Всем огромный привет из дачи. Дачу мы называем наш дом, который у нас расположен в Адлерском районе на улице Банановой. То есть, бывает там люди, опять же говорю, пишут там, нам бы такую дачу и так далее. Это дом, ребят, мы ее называем дачей, я уже повторялся об этом. Вот, и у нас остается квартира, мы не собираемся, как бы, ее куда-то там продавать, сдавать и так далее. Но мысли сюда переехать однозначно повышаются, прям вот постоянно они меня напрягают. И я так думаю, что это, наверное, случится, но не в этом году. Так вот, на нашей даче происходили какие-то изменения, и мы с вами делились своим каким-то опытом, своими идеями, своими воплощениями каких-то дел. Ну и сегодня я не буду показывать, какие у нас произошли изменения, потому что их, по сути, нет. Но покажу просто, в каком состоянии у нас огород, что растет, а что не растет, и что с этим делать. Итак, ребят, мы находимся сейчас на задней части нашего двора. Вот так вот у нас выглядит огород, да. Здесь я подстригаю траву, это не газон, это не стелили, ничего, это все так было. Определенный есть уклон, сейчас давайте я вам покажу. Вот, определенный есть уклон, это, конечно, ну, как бы, не особо мешает траву косить. Сколько хотелось бы здесь что-то придумать. Я тогда показывал вам идею такую, да, сделать здесь костричи, то есть сделать подпорные стены, сделать ровный, достаточно такой, ну, относительно ровный место, такой пятачок, на котором можно сидеть. То есть костричи я вам сейчас покажу, оно уже куплено, ну, или какое-то более крутое там сделать, да, чтобы вечерами, может быть, когда прохладно, можно было сидеть и кайфовать около костра, на свежем воздухе укрыться пледиком, да, тем более, как бы, я купил уже лежаки. Сейчас тоже покажу. Так вот, идея, она, в принципе, остается, только я ее решил, мы решили ее более модернизировать. Во-первых, идея иметь здесь кострище, оно, конечно, здорово, но вот в такую жару, которая сейчас, пару месяцев буквально, сидеть у костра никто не будет. Поэтому, по сути дела, это, ну, наверное, на 50% будет использоваться. Как использовать это место на 100% пришла мне идея, потому что, имея дом, вы сами видите, мы крайне редко ездим на море, а все-таки после жары хочется окунуться. Но вроде как у нас есть там купель, которую я вам тоже покажу, она хоть и временна, но на этом месте я тоже бы оставил джакузи. Но, тем не менее, почему-то подходим мы к тому, что все-таки бассейн-то нужен. Но делать капитальный бассейн и рыть здесь котлован, вливать сюда бетон, нахрен мне это сдалось, и я не хотел бы. Поэтому меня достаточно устроил бы бассейн каркасный, который можно разбирать, собирать, а на этом месте, которое будет подготовлено уже не в летний период времени, можно пользоваться кострищем, о котором я сказал. Поэтому эта перспектива у нас в дальнейшем будет в следующем году, мы будем заниматься, возможно, уже после зимы и так далее. Потому что у нас идея ремонтом дома начать после новогодних праздников. То есть у нас такая идея, то есть там надо подготовиться, нужно подкопить денег, нужно сформировать тоже идею, как это правильно сделать и так далее. Но сейчас речь не об этом, потому что идеи и перемены нашей дачи, это будет отдельное видео, которое будет посвящено именно ремонту. Так вот, вот идея с задним двором, она остается именно вот такая. То есть сделать здесь достаточно хорошие подпорные стены, но не обязательно это делать из бетона, потому что мне из бетона посчитали достаточно дорого. И я подумал, а почему бы не сделать это из камня в сетке, габионы. Вот, мне эта идея больше понравилась. Так вот, здесь как бы планируется сделать именно бассейн-разборный к островую. Как вам идея, пишите в комментариях. Так вот, вернемся к тому, как мы используем этот земельный участок. Постричь траву, ну примерно где-то, я вам скажу, дней через 10 нужно стричь. Вот мы только вернулись с отпуска, здесь трава была вот такущая, вы сами видели. И, ну подстричь мне ее как бы нужно было везде вокруг участка. Трачу я на это время, ну примерно около двух часов. За два часа я купил электрическую газонокосилку, мне она очень понравилась. У нее 4 деления аккумуляторная и уходит там буквально 2 деления, половина аккумулятора на все это, что нужно подстричь. Так вот, а постригать надо траву, она растет быстро, дожди, тепло, и поэтому от этого никуда. За этим нужно ухаживать. Что у нас не очень хорошо на даче. И это вот этот вот вкусный, кстати, виноград, который я пробовал, ну который вот более-менее вот эти вот зерна нормальные попадаются. Они действительно вкусные, сладкие, сладкий вот этот вот виноград, он по вкусу не кислый, он вообще классный, классный сорт для еды. Не знаю, что это за сорт, но он болеет. Соответственно, не знаю, что будем делать с этим виноградом, посоветуйте в комментариях, очень важно услышать ваше мнение. Можно ли его как-то спасти, я не знаю, подкормить, чем-то попрыскать, потому что вкус у него классный. Посажен здесь, посажен здесь и посажен вот здесь. Тоже есть вот грусть, но не особо. Здесь у нас купель, сейчас мы до нее дойдем. Так вот, с виноградом у нас беда, ее надо, его надо как-то спасать, что-то делать. Вот это я не знаю, что за дерево, Марина надо спросить, но что-то, видимо, плодовое, которое будет чуть попозже. Дальше у нас здесь вишня растет, она, кстати, давала свои плоды. Что мы посадили? Мы посадили здесь кабачки, например. Давайте глянем, что у нас с кабачками. Вот кабачки у нас, в принципе, растут. То есть есть немножко. Там мы посадили арбуз, но почему-то он, не знаю, не растет. Где-то он здесь затерялся, я его найти не могу. Ну, в общем, где-то, а, может, вот он и есть, вот этот вот. Ну, короче, пока не видно ничего. У нас растут помидоры, ребят. Я не скажу, что мы тут банки крутим или еще что-то, но они есть. Помидорчики, вот, посмотрите. Есть желтые какие-то, может быть, разные сорта. Вот, далее. Здесь растет у нас баклажаны. Баклажанчики тоже растут. Девочки у меня молодцы. Все равно худо-бедно, но немножко свойского чего-то есть. Капуста. Правда, не знаю, что это за капуста. Как, чего. У нас росли здесь огурцы. Достаточно много. Именно здесь вот было, я вам показываю. Мы посадили еще дополнение. Они сейчас только вот начали свежие расти. Вот. Но пока еще особых плодов мы здесь не видим. Только завязочки. Да. Это вот уже старое, но поливая. Но уже, видите, немножко уже на спад идет. Есть огуречки, но на спад потихонечку. Тоже здесь. На следующий год, наверное, мы более-менее наведем здесь по-другому немножко. Расставим все это, подготовим. Это было временно из того, что было. Поэтому не обессудьте. Вот. Вот оно, кострище, о котором я вам говорил. Вот, Марин купил. Мы еще здесь ни разу не разводили этот костер. Ждем, пока будет, может быть, прохладно. И тогда пусть даже не здесь, а где-нибудь вот здесь оборудуем. Все подсоберем и, может быть, потом посидим. Вот. Ну, дальше у Марины еще есть какие-то цветочки. Опять же, вот баклажанчики. А что у нас еще здесь? Вот еще баклажан, да? И вот здесь вот помидорки росли. Но мне нравится, что рядом здесь у меня растет мята. Вот. Я чаек завариваю с мятой. Мне вообще это очень-очень нравится. Дальше. Хотел бы мангальную зону поменять. Это в перспективе. Хочу вместе объединить с мойкой, чтобы она была. Ну, такая, короче, мне нравится. Обязательно, чтобы с крыши была. Почему с крышей? Ну, потому что не хочу я вот здесь вот нагораживать навес какой-то. Да, вот эти вот лишние дела. Хочется и зимой где-то, вы знаете, даже рядом с мангалом постоять. Пусть даже если у тебя есть вот такой чердачок, да, чтобы не капало, если дождь пошел. Но хотя бы на солнышке немножко погреться, когда будет зима. Это тоже, кстати, важно. У нас есть навес. Я не скажу, что он плохой. Но в любом случае мы его хотим потом в дальнейшем уже менять. И здесь сделать другую зону отдыха, которая будет именно, ну, как бы больше летняя отдана. Купили вот мы такие лежаки. Они как лежат, так и сидят. Поэтому, по сути дела, в какой-нибудь дождик можем и здесь посидеть. Если это будет зима, например, если захочется на свежем воздухе жарить мясо, коптить, что угодно делать, да. При этом, как бы, у нас есть еще и тандыр. Мы его спрятали здесь. Накрыли тоже. Им пользуемся. Классная штука. Мне очень понравится. Я вам советую ее приобрести. Дальше. Что, мы немножко здесь модернизировали. Помните, у нас здесь была столярка. Мы это все разобрали. Сейчас чисто по-огородному пользуемся именно тем, что есть. В планах, конечно же, навести здесь больше, поинтереснее порядок. Ну, и вот это вот строение, я считаю, оно временное. Ну, что, какие-то доски как-то, да. Но снега нету, слава богу, он не рухнет. А так я, конечно, бы все это дело модернизировал. Сделал более надежно из металла. И, соответственно, все сделал мягкой кровли. Она там есть, в принципе, но по-другому. Ну, далее мы валили кучу бабла по поводу того, чтобы сделать вот этот фасад. И забетонировать здесь, и сделать автоматические ворота. Это все здорово. Но мы посадили здесь, вы видите, ландшафтные какие-то озеленения. Они еще только растут. Им только предстоит здесь как бы вывести эту всю красоту. В дальнейшем хотелось бы еще здесь посеять газон. Это тоже перспектива. Мы как только сюда приехали с отпуска, ребят, посмотрите предыдущее видео по поводу дачи. Что здесь было? Вот такая вот трава. Вот такая трава. Я просто ужаснулся. Это буквально за две недели нашего отсутствия. Хотя Лена с Лешей приходили, они поливали. Ну, конечно, ухаживать за огородом это наше прерогатива, но тем не менее. То есть быстро выросла, жара невозможная была. Поливать надо было, потому что вот в это все тоже вложено достаточно много денег. Здесь вот два КамАЗа. Ой, КамАЗ сюда ушел только с земли. Представьте себе. И КамАЗ вот сюда ушел. Ну, при этом у нас еще немножко там остался торт. Ну, земля вот эта, которая потом куда-нибудь пойдет, на какие-нибудь грядки или еще что-то. Два парковочных места нам, в принципе, хватает. Но есть определенный минус, который невозможно сейчас исправить. Ввиду того, что у нас есть подъезд вверх. И, соответственно, у нас только выезд один из ворот. Поэтому, как вы все видите, я на работу приезжаю очень рано. Благодаря тому, что моя машина стоит вот здесь. И везти ребенка в садик приходится мне. Но это не напряг. Мне даже очень интересно. И Машу, когда была маленькая, возил тоже я с утра каждый день. Так вот, мечта была у меня посадить пальму. Пальму мы посадили. Мечта была у меня банановую пальму посадить. Мы этого не сделали. Меня разубедили, потому что можете поправить меня. Говорят, это мощный какой-то сорняк, который потом ты не выведешь. Но хотя мне нравятся банановые вот эти листья. Согласитесь, выглядит это прям по-тропическому какому-то. Прям вот приятно, классно. Что у нас растет в саду? Это у нас часть отдана, изначально была уже прежним собственникам, для сада. То есть здесь разные фруктовые деревья. Вот это, наверное, яблони. Здесь пока яблони не было. Ну, не было и да не было. Разберемся, потом посмотрим. Вот это место тоже я хотел бы в планах поменять. Вот это крыльцо, вывести это сюда и продолжить вот этот навес. Ну, его, естественно, весь перебрать. Для того, чтобы из этой двери, из бани выходить. Уже можно было в купель. И здесь также выходить на переднюю часть двора. Все-таки, знаете, какие-то места нужно накрывать. Это и для солнца, и для дождя тоже будет полезно. Так вот, дальше. У нас растет здесь слива. Слива уже начала подать. Марина, сегодня, я смотрю, вот эту ветку всю забрала. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Ну, вот слива. Блин, она потрясающе вкусная. Она сладкая прям. Вон сколько я. Ну, да ладно. Пойдемте дальше. Это черешня. Был урожай, но чисто так покушать. Так, дальше, дальше, дальше. Это тоже черешня или вишня. Это яблоня. Яблок мы собрали, но, наверное, всего вместе где-то с ведерка. Большую часть, наверное, дети ели. Здесь дальше у нас груша. Грушу мы не успели собрать, но немножко покушали, и нам вон обвалилось. Именно в тот момент, когда мы уезжали в отпуск. Промотали это время, но груши, которые здесь оставались, мы их поели. Они прям были нежнейшие, сладкие. А вот это вот, что это, хурма или что, ребят? Поправьте, я не совсем далек в этом. Вот уже желтеть начинает. Ну, она растет. То есть, будем урожай попозже собирать. Мне еще очень-очень-очень хочется, чтобы у нас росли мандарины. Этим вопросом мы будем заниматься осенью. Осенью, осенью, ребят, посадим. Найдем место. Может быть, здесь что-нибудь уберем ненужное. Не знаю. Я даже вот это вот не пойму, что есть такое. Лыча или что. Еще не видел никаких этих ягодок. У нас есть рельеф. Рельеф, конечно, на котором тоже можно чуть дальше посадить. Еще какие-то плодовые деревья. Но, в принципе, нам уже этого достаточно. Но что-нибудь дозделаем. Короче, планом дохрена. Урожай, в принципе, созрел нормально. Теперь мы, по крайней мере, знаем, где что у нас плодится. Плодовые деревья, я имею в виду. Где нужно убрать. Где нужно расширить. И так далее. Потихонечку. Потому что можно сразу было нагородить делов. Сделать то, что тебе не очень подходило. Поэтому не все сразу. И так мы сделали достаточно многое. Уже хотя бы с передней частью. И сделали то, что нам подходит. В общем, вот такие вот. Ну, не новости, да. Ну, немножко мой рассказ по поводу дачи. То есть, хотите купить дачу. Хотите пользоваться дачей. Имейте в виду, что... Ну, наверное, если вы не будете проживать в городе Сочи. Приезжать сюда только на лето. Дача будет для вас очень тяжело. Потому что за ней надо ухаживать. Нужно и подстригать. Нужно и поливать вовремя. Вот я говорю, мы на две недели всего уехали. Две недели меня не было. И вот такая вот трава. То есть, запустить можно. Погубить можно. Ну, все что угодно. Поэтому лучше всего иметь дачу. Но при этом проживать, наверное... Или на весь сезон приезжать именно в Сочи. Как вы думаете и что вы думаете по этому поводу. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях. Будем рады ответить на любой ваш вопрос. Все. До новых встреч. Удачи. Хорошего вам выходного. Пока. Продолжение следует.